всем привет у нас сегодня долгожданный эфир сегодня будем говорить на очень важную тему потому что входит слух что проповедовать больше нельзя сегодня у нас будет интересно встречать с интересным гостем в рамках проекта делаем алис люби мы сегодня пообщаемся с одним проповедником который проповедует на улицах и спросим в том числе почему же чего же проповедовать нельзя я думаю сейчас у нас добавится наш долгожданный гость пока можете закинуть информацию кто вы с какого вы города будет очень здорово познакомиться меня зовут сергей есть супер ждем алексея привет 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 напишите с какого города откуда вы у нас будет сегодня мощный интересный замечательный прекрасный эфир ну давайте пока я коротко представлюсь ждем алексея что он не добавляется привет израиль здорово вау сахалин привет сахалин круто так интересно что же у нас алексеем но он уже добавляется здравствуйте узбекистан молдова у нас вообще с вами межнациональный многонациональный зум а я живу в тюмени это у нас россия ну то есть конечно не совсем вся тюмень россия но россия это не совсем вся россия классно классно алексея нужно нажать плюсик украина привет класс смотрите у нас есть как много как мог как много стран алексея тебе нужно нажать плюсик и добавится к его что-то нет севастополь классно супер хорошо ладно пока алексей добавляется я сам коротко представлюсь вот меня зовут сергей я крестьянин предприниматель многодетный отец у меня жена и прекрасных трое детей я занимаюсь сужением предпринимателем у нас есть очень классное видение и у меня есть большая мечта это миллион миллионеров которые служат богу людям и которые меняют и чинят этот мир и у меня есть тоже большое призвание это проповедь евангелие это возможность говорить о вечных ценностях разным людям я общаюсь с большим количеством принимать или служители лидеров чиновников и так далее и так далее и так далее да все супер но наконец-то у нас алексей присоединился и сейчас мы его будем ждать пока он добавится долгий процесс у нас получается ну чтож видим очень хороший эфир будет так а его а функцию приглашаю приглашаю добавляем алексея супер да привет здорово классно здорово значит у нас значит у нас все получится вот главное чтобы все работало мы видите к сожалению проводим эфир с витен поэтому я думаю что все будет классно хорошо у нас сегодня я уже начал говорить представляться здорово будет если ты тоже расскажешь про себя потому что я уже рассказал на думаю для твоих подписчиков которые сейчас тоже добавляются у нас больше тридцати человек уже зашло я думаю совокупно нас несколько тысяч людей посмотрит у нас сегодня будет такая тема вот мы поговорим что ходит верный слух да а может и неверный вот как раз разберемся сегодня что проповедовать нельзя еще у нас сегодня розыгрыш будет в конце мы разыграем целых две классные супер замечательные футболки даты зла что переводится бог есть любовь и еще две библии еще мы разыграем деньги тоже вот но такой сегодня интересный интересный будет сегодня эфир я думаю мы поддискутируем ну давай наверное с тебя я начнем скажи коротко про себя и потом я представлюсь и мы и мы начнем наш баттл у нас такой баттл наверно будет хорошем смысле этого слова ты как раз выглядишь немного как рэпер так что как бы погнали друзья всем привет меня зовут алексей хатов я молодежный пастор из города адлера десять лет всего лишь навсего я верующий люблю бога люблю людей связал свою жизнь тесно с проповедей евангелия у меня есть жена ребенок самый спортсмен тоже занимаюсь спортом тренирую людей тренер по совместительству но самое главное это то что я стараюсь моя миссия вообще цель это конечно же поднимать учеников и вдохновлять именно верующих людей проповедовать евангелие потому что вся моя жизнь изменилась после того как я семь лет был верующий и я не проповедовал я как бы жил но так старался любить бога там давай десятой части и все такое но моя жизнь кардинально изменилась когда я пошел когда я начал проповедовать людям на улице я увидел бога в других гранях и бог начал открывать большие мечты и одна из них это конечно же служить верующим чтобы они преодолевали страх начинали проповедовать спасать людей и это будет изменять жизнь ну а сергеем познакомились конечно имеем общий проект один в котором стараемся трудиться общаться ну и вот пришла такая мысль сделать эфир совместные поговорить о евангелии вообще вот так да супер ну можно даже сказать что за проект не сделали проект богеры вот таким интересным названием это телеграм-канал где мы в кружочках до говорит дискутируем на разные темы это канал в котором уже почти полторы тысячи человек мы его начали с нуля и у нас еще есть чат где больше ста христианских блогеров если кстати у вас есть христианский блог или вы говорите да и позиционируйте так как христианин и говорите как бы о боге в социальных сетях то welcome и ты не сказал еще на что ты же еще и христианский блогер у тебя есть да да у тебя есть как бы вот несмотря на то что у нас тема сегодня проповедовать нельзя да тут еще и в социальных сетях проповедуешь видимо нарушаешь вот этот вот вот этот вот момент до который который мы сегодня обсудим да да ну так вот сделали проект богера вы кстати можете найти да у нас есть совместный рилс и потом мы наверное выложим информацию в стори даже перейти у нас есть еще аккаунт в инстаграм вы можете подписаться на канал блогеры мы сейчас его еще делаем апгрейд в двадцать четвертом году очень мощный классный вообще помазанный заряженный проект где мы говорим не скучным нерелигиозным языком о боге и даже если вы не церковный человек и вообще как бы возможно атеист да вы можете спокойно туда зайти мы там очень любим когда нас хейтят мы очень любим когда как бы нам высказывают другое мнение это очень классно давайте тоже коротко про себя меня зовут сергей моя фамилия тараспелев я предприниматель многодетный отец христианин блогер совокупно больше 500 тысяч человек во всех социальных сетях подписано вот и у меня есть такая большая миссия да это проповедь евангелия через раздачу удочек да это обучение оснащение предпринимателей блогеров бизнесменов современными методами ведения бизнеса и также у нас мы строим большое христианское бизнес сообщество бизнес по-честному где мы развиваем такое сообщество людей с христианскими ценностями с библейскими и третья есть большая цель это миллион миллионеров служащих богу и людям то есть да вот если коротко я управляю большой компанией мы работаем больше чем 200 филиалов являемся там номер один в клининге в кимчистке франшиза у нас dream вот я сегодня как раз воспользовался рекламирую как бы да вот как истинный основатель вот в том числе и бренд вообще мы сегодня собрались наверно больше чтобы прорекламировать прорекламировать христа ну чтож давай начнем наверное я там говорил да поговорю на самом деле мы так назвали громко эфир до проповедовать нельзя и давай вот эту тему обсудим вот ты проповедуешь на улице ты как бы я думаю как то наверное и подвергался это указал 7 лет ты вообще не проповедовал как ты сейчас сталкиваешься с тем вот что я очень часто сталкиваюсь что многие верующие да они действительно думают что проповедовать нельзя или проповедовать не нужно или ну пусть проповедуют евангелисты к примеру да а я вот там апостол да к примеру да или там а я вот там учитель да вот как ты что-то об этом думаешь обсудим эту тему но первое конечно же нужно понять что иисус сказал идите и проповедуйте евангелие это для всех вот когда человек это понимает что не нужно для этого особенного помазания или еще чего-то да как многие люди говорят вот и вот пастор вот и вот и и у тебя там сверху власти больше как-то помазание особенно а я вот как бы техники такой интроверт поэтому я не особо вот но на самом деле это не так бог по своим бог темпераменту каждого человека как я вижу он дает ключи дает удочки дает возможности но недавно я общался с богом и под запись записывал и бог говорит что двигатель пробуждения евангелия она включается через одну кнопку через слово да от тех людей которые хотят действовать отделателей поэтому каждый человек который только принимает своем сердце сказать богу да то бог даст ему обязательно возможность как проповедовать как это делать конечно же многие боятся много хейта кто-то кто-то хочет но не знает как из-за этого не делают и для этого есть много там вещей через которые человек может обучиться но самая главная проблема если человек просто этого не хочет тогда он не понял смысл христианства тогда как я могу любить человека допустим любя свою жену не говорить о ней или имея свою семью любя очень сильно ее скрывать ее прятать без конца и думать кто бы только бы кто не увидел это невозможно поэтому когда мы поем песни мы поднимаем руки и мы говорим иисус ты для меня все я пойду за тобой я пойду до края земли то мы должны это серьезное состояние поклонение переносить в нашу христианскую жизнь и и проповедовать но я говорю я явный пример тому что семь лет я просто недостаточно понимал что мне делать и как возможно проповедовать и вообще ценности евангелия хотя я проповедовал в церкви постоянно и однажды мне бог сказал тебе нужно выйти за пределы церкви я начал чувствовать внутреннее неудовлетворение от того что я проповедую с алтаря и люди выходят каются но я чувствую что как будто что-то не то и около трех месяцев господь общался со мной разговаривал тебе нужно выйти и реально когда я вышел настолько моя жизнь изменилась она изменилась в отношении к семье потому что я понимаю мне нельзя быть лицемером если я проповедую евангелие я должен быть одинаковым и дома и на улице не могу на улице быть хорошим а дома ссориться с семьей и так далее короче все мои отношения очень сильно изменились поэтому я хочу сказать каждому человеку и говорю и буду говорить вдохновлять верующих проповедовать потому что это прямое повеление бога во первых она спасает других людей во вторых бог очень сильно служит нам когда мы проповедуем иногда даже не важен результат конечно же мы спасаем конечно же мы распространяем но очень часто бог будет работать именно с твоим сердцем когда ты будешь проповедовать евангелие вот это очень важный момент то есть ты будешь бога узнавать другие грани а по поводу евангелистов пасторов и апостолов конечно есть и в одну есть определенные люди которые чуть чуть больше в этом обозначены то есть вся его жизнь может быть связана с евангелем как допустим там у рейх рода банки до божий комбайн человек конкретно отделен бог его послал в африку и да но чтобы быть частью жизни чтобы научиться жить вот этой христианской жизнью ты всегда должен иметь хотя бы как минимум свое свидетельство чтобы с кем-то поделиться речь не идет о миллионах и тысячах возможно от тебя но если рядом с тобой есть человек ты должен быть свидетельным потому что иисус говорит святой дух сойдет и вы будете свидетельны поэтому мое однозначное мнение что каждый должен научиться хотя бы отточить свое свидетельство и не стесняться сказать что бог сделал в жизни это самое первое и возможно самое мощное я вот так думаю слушай супер супер у нас тоже не получился такой эфир да мы тут говорим ну чего ты дать понятно 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 что надо проповедовать понятно что нужно это я знаешь вот такую тему сейчас хочу поднять но кстати важно да у нас будет когда этот эфир будет заканчиваться дать посмотрите до конца особенно те кто делал репост и писал комментарии под нашим ринс есть такие здесь люди напишите пожалуйста да кто ждет розыгрыша вот мы в конце разыграем призы поэтому обязательно досмотрите до конца вот и смотри однажды мы сидели в бане однажды мы сидели в бане и говорили про машины ну как знаешь мужики придут в бане говорят про машины там про там что там про работу там про бизнес там там еще что-то да ну не охота в бане как бы говорить на какие-то там религиозные темы и вдруг в этой бане нам сидела там это прям в парилке было и вдруг один там служитель он такой говорит братья а зачем людей спасать и вот он задает такой задал такой интересный вопрос и все короче знаешь таки обломались как буду типа чё ты правда как бы да то какие люди как бы чё за часы давай расслабимся как бы давай там как бы пообщаемся потом выйдем с баней будем про это говорить или церковь придем знаешь и как бы ну никто что-то как-то эту тему пропустили вот а я взял и как бы задал себе этот вопрос я вот хочу этот вопрос тебе задать максимально коротко попробуй ответить потом я отвечу на него тоже потому что я для себя нашел ответ вот потому что я думаю это очень важный вопрос то есть смотрю давай так зачем тебе алексей спасать людей ты можешь сказать это христос спасает и так далее это понятно да ну так давай не религиозно вот зачем тебе зачем тебе евангелизировать зачем тебе это надо но лично для меня это смысл жизни который меня отлично для меня ну то есть потому что то есть потому что потому что это потому что это смысл в жизнь правильно да для меня это смысл жизни потому что я всегда понимаю что мы на поле сражения какая рядом прекрасная музыка не играла какие бы кара караваны ходили чтобы еще не было есть земля есть небо есть дьявол есть бог я всегда хочет уничтожить а бог всегда хочет спасти и поэтому если мы на его стороне я конкретно я принимаю решение то что я всегда на задании для меня нет выходных для меня нет каких-то я всегда на задании это моя жизнь поэтому спасение это прямое появление моего царя который я стараюсь выполнять и в этом в этом я счастлив в этом задании я максимально счастлив супер смотри это очень важно вот и сейчас как бы ответил на два разных вопросов то есть сначала ты ответил на вопрос почему ну то есть я так же как и ты то есть ну просто кардинальный вопрос на самом деле поднимая может быть напишите тоже в час комментариях друзья напишите пожалуйста прямо сейчас комментах посмотрит эфир зачем вообще проповедовать вот вам лично и есть ну как бы все отвечают как правило я отвечал это не вопрос зачем это вопрос почему ну то есть типа почему я проповедую потому что так говорит пастор потому что так учит библия потому что меня спас господь потому что там ты вот говоришь ну да тоже ответил как бы на вопрос ну потому что для меня это, я на задании, я на работе, я служу, и потом ты ответил на вопрос, зачем, тебе лично проповедую, ты сказал, я счастлив, то есть, когда я себе задал этот вопрос, и сейчас кому-то это покажется, он скажет, ну опять Сергей нам задвигает какие-то непонятные вещи, смотри, я реально заглянул в свое сердце, и я понял, что я проповедую Евангелие, не потому что, а мой внутренний мотивационный вопрос, мне, Сергею Коростелеву, нужно проповедовать Евангелие, потому что я хочу награду, и я проповедую Евангелие, я проповедую Евангелие, я сейчас, кстати, этот ответ многим поможет проповедовать Евангелие, смотрите, я проповедую Евангелие, говорю людям о Боге, ровно потому что я хочу получить награду, и моя награда не на земле, То есть смотри, вот есть награда, я счастлив. Да, я когда проповедую, я тоже горю, мне кайфово. У меня однажды была такая тема, я за 3 секунды заработал 50 тысяч. Ну, то есть просто я там дал один совет, и мне человек 50 тысяч перевел. Ну, реально, за 3 секунды. Он мне спросил, вот так надо делать? Я сказал, да. И он мне перевел полтинник. Это было много лет назад. Ну, классно же, да? Ну, то есть тебе на Сбер падает 50 тысяч за 3 секунды. И в этот же день я проповедовал человеку, и человек, ну, это было потом на домашке прям, он пришел новый, мы ему там вместе проповедовали, но больше как бы я проповедовал. И он спасся. Я, знаешь, так внутри себя взвесил. Одно кайфовое чувство, тебе приходит за 3 секунды 50 тысяч, и ты счастлив, как бы, да? И другое вот тоже кайфовое чувство, ты проповедовал человеку, он спасся, и ты счастлив. Я взвесил и понял, что я больше христианин, нежели чем не христианин. Знаешь, почему? Ну, потому что я больше счастлив, типа, из-за того, что человек спасся, нежели из-за денег. Ну, из-за денег я тоже счастлив. И вот взвешивать счастье очень сложно. И я думал, когда, ну, сейчас я закончу, смотри, мысль. То есть, я проповедую Евангелие, или вот там, да, кто-то смотрит нас сейчас. Для меня лично, мы внутренние мотивации, я хочу награду. Я хочу награду на небе. То есть, я реально знаю Христа, я знаю, что он существует, он более реален, чем мы с тобой. То, когда я приду на небо, мне будет награда. Я подумал тогда, что я, наверное, ну, я же бизнесом занимаюсь, но я думаю, наверное, я, ну, опять, да, вот, ищу собственной выгоды. Думаю, наверное, это у меня такая тема, да, ну, типа, чё почему ты там за награду проповедуешь, да, такой, как бы, красавчик, да, ну, типа, некий бонус хочешь получить. И я, когда читал Библию, вот в этом контексте, я понял, что вот эти все ребята в Библии, и конкретно апостол Павел, потому что это самый главный евангелист, он проповедовал за награду. Он говорит, веру сохранил, течение совершил, и готовится мне венец. Он говорит, я забываю заднее, простираюсь вперед, потому что, что, я бегу для того, чтобы получить. Понимаешь? И, короче, суть, как бы, евангелия, то есть, если человек, допустим, там, боится, нельзя, законы запрещают, если ты начинаешь жить не только земными стандартами, а веришь, что реально Иисус существует, и что, если ты будешь говорить о нем и выполнять его поручение, да, то ты, как бы, ну, наверное, правильно, отделишься от других людей, да, придешь, и я прям, знаешь, вот видел это, ты приходишь, Иисус такой говорит, красавчик. Значит, я, знаешь, что понял? Мы все по-разному верим. Вот ты там, допустим, я знаю, там, да, такой пятидесятнической харизматической церкви, я тоже там более-менее, да, там, ну, примерно в такой же, да. Кто-то есть, может быть, баптисты нас смотрят, кто-то адвентисты, кто-то вообще православные люди, да, там, они совершенно в другом, кто-то там вообще, может быть, не религиозный человек, но, когда мы придем на небо, то есть, вот, может быть, такое, да, тоже такую тему тебе закинуют, и ты тоже, может быть, ну, либо подтвердишь, либо опровергнешься. Возможно, такое вообще произойдет, что Иисус, ну, Иисус, он точно есть, да, если мы верим во Христа, то мы приходим, ну, на небо, да, через Христа. И он такой говорит, говорит, Лех, вот ты гнал вообще, ну, то есть, знаешь, так он тебе говорит, вот ты вообще исполнял, вот ты там, вот так вот там барабанил, славил там, на языках молился, понимаешь, вот мы же не знаем, да, как все будет. Или мне он говорит, Сергей, ты, короче, вот качал там эту тему, там, миллион миллионеров, какие миллионы вообще, ну, то есть, понимаешь, и он такой говорит, я такой в этот момент, помнишь, написано, отрёт всякую слезу, я такой начинаю плакать, думаю, что я вообще жил неправильно, и он такой говорит, а смотри, вот когда ты любил, когда ты смирялся, когда ты прощал, и когда ты спасал людей и говорил о мне, вот это был я. Вот, давай, тоже что-то думаешь, потому что я говорю, говорю, у нас прям люди добавляются, добавляются. Кстати, как вам тема, друзья, закиньте огня, если заходят, и свои какие-то мысли. Мы вчера с одним братом общались, и говорили, ну, вот две цели, которые я преследую вообще всегда, это проповедовать Евангелие и делать учеников. Я вижу это в Писании, и вот знаешь, как иногда думаешь, ну, слушай, охота, чтобы постоянно ученики делались, да, и пытаешься, чтобы каждое твое действие превратилось в ученичество. И если этого не видишь, то потом, ну, многие люди начинают расстраиваться, да, и думать о том, блин, ну, вот учеников нет, допустим, а вот сейчас добрые дела делаю, себя там расточаю много куда, а, так сказать, плода нет, да. И потом мы что-то разговаривали, и мы вспомнили про эти места, где Иисус говорит, что так как сделали одному из малых, сделали мне, принесли воды, пришли в больницу, накормили, одели. То есть там не видно того, что какое-то даже продолжение было, но о чем ты говоришь о награде на небесах, это 100%, то есть любое доброе дело, он говорит, что даже стакан воды, если ты принесешь праведнику, это ты даже там свои награды не потеряешь. То есть что-то даже за этот стакан воды есть, не говоря о том, что я верю, когда мы где-то отрекаемся от своей жизни, от себя, смиряемся, делаем Божьи дела, вопреки там каким-то обстоятельствам. Я верю, что есть огромная награда, но так же Иисус говорит о том, что есть плод, который пребывает, то есть хочется видеть, что останется после тебя. Вот, допустим, уйдешь в вечность, да, тебе же охота, Сергей, чтобы твое дело, оно продолжалось, чтобы кто-то подумал о 100 миллионах миллионеров, допустим. Вот ты о миллионе, да, думаешь, миллионер, а кто-то подумал о 100. И вот это сильно, когда Павел говорит, веру сохранил и течение совершил. То есть я думаю, что очень важно оставить ученичество людей, которые продолжают твою тему, и очень важно делать дела, которые никто не знает, которые однажды Иисус придет на небе и скажет, а помнишь, ты делал это, ты скажешь, да я даже забыл, а он скажет, а вот какой плод невидимый из этого произошел. Есть твои люди, есть ученики, есть то, что ты делаешь, есть видимый плод, который пребывает, но есть еще то, что мы сеем и поливаем, а где-то когда-то Бог взращивает. И когда правильно ты говоришь, что если мы именно так думаем, что я делаю, это во славу Божию, и пусть это когда-то где-то взрастет, но однажды Господь не знает, что я тоже соберу за это, то вообще не будет никаких проблем. То есть мы делаем и невидимую работу, и мы как позавчера общались, и мой пастор говорит, что если ты что-то строишь, это должно быть видно. Это сильное такое откровение, да, если ты что-то строишь, ну ты строишь бизнес, ты строишь служение, это должно быть видно. Но есть вещи, которые также невидимые, за которые мы получим награду, и вот это вдвойне как бы вдохновляет. Супер, супер, классно. С ним поливаем, Бог взрастет. Да, хорошо. Ну вот давай так тоже про практику, чтобы у нас такой практический эфир был. Ну то есть вот как ты конкретно проповедуешь, ну даже не как проповедуешь, а как ты готовишься. Давай вот что нужно человеку, чтобы подготовиться к спонтанной проповеди или к молитве на улице за людей. Ну то есть ты же по большому счету делаешь вроде простые вещи, да, но многие просто не могут. То есть ну я сам знаю по себе, да, у меня уже этого нет, но раньше как бы тяж сковывает, да, ну я не знаю, ну то есть ты как бы, да, вот помнишь Моисей, да, он говорит, я не буду говорить, да, я косноязычен, то есть у тебя как бы, ну, тяж сковывает, то есть ты прям не можешь. То есть многие люди, я знаю, они в ступор, то есть они вроде хотят еще что-то, то есть вот как как бы практически кто нас смотрит, он говорит, сейчас кто-то смотрит, молодые ребята, хочу проповедовать, да. Ну, меня сковывает как бы, да? То есть, вот, может, у тебя есть какие-то практические инструменты или шаги? И давай мы, наверное, так перейдем. Я тебе вопрос, ты мне вопрос в таком контексте. Первый момент, конечно же, надо за это начать молиться. Господь, научи меня этому делать. И Павел говорит в одном из мест, я на нем стою, молюсь все время. Молитесь за меня, чтобы мне даны были нужные слова и смелость для проповеди Евангелия, для возвышения бестра. Поэтому я всегда молюсь за нужные слова, чтобы Бог учил меня, как подходить, как видеть момент, как видеть, ну, вообще взгляд людей где-то ловить. Это первое. Конечно же, за смелость молюсь, потому что чем меньше становится меня как человека, тем больше Бог может действовать через меня. Я это уже увидел. Во-вторых, конечно же, я не позволяю себе вообще ни единого дня провести без молитвы. Я знаю, что я должен быть всегда готов. Не важно, 3 часа ночи, еще сколько-то, у меня нет, не будет времени молиться. Когда мне позвонят и скажут, мне нужно идти за кого-то молиться, у меня не будет времени. Мне нужно быть всегда готовым, чтобы Бог действовал через меня. Практически, когда я иду по улице, если я рано по утрам стою и говорю, Господь, я настроен, я готов, я выхожу, и всегда у меня, на мой взгляд, попадаются люди, которые где-то остановились, где-то еще что-то. И здесь очень важно просто подойти и довериться Богу, и сказать, здравствуйте. И просто какое-то слово ободрение. Я часто начинаю с того, что я просто говорю, хорошего дня вам, и вам спасибо. Я говорю, мне кажется, у меня есть желание в сердце сказать им, что Бог вас очень сильно любит. Да? Ой, а почему? Ну вот потому раз-раз-раз и начинаем это. И две минуты, и ты совершил молитву за кого-то, благословил, либо получилось примирить человека, там уже дальше взял контакт или нет. То есть я за то, чтобы ты был всегда готов, Святой Дух всегда должен течь через тебя. Для этого, конечно же, необходимо всегда давать место Богу. Я стараюсь сейчас даже, график там поменял, с раннего утра я встаю, и я стараюсь свое тело приносить к Богу и говорить, Господь, я хочу, чтобы в сегодняшнем дне ты так же действовал через меня. То есть всегда, когда я сфокусирован, очень часто Бог дает слово знания, именно в тот момент, когда я начинаю думать о людях. Вот я стою на остановке и думаю о своих делах, ничего не происходит. Как только я думаю, я поворачиваю взгляд, и начинаю думать об этом человеке, и думаю, Господь, вот у меня есть несколько вопросов. Первый вопрос, это я говорю, Дух Святой, как ты хочешь послужить ему сейчас? Как ты хочешь проявить любовь к этому человеку? Что происходит, может быть, сейчас в жизни этого человека? Открой мне, чтобы я мог подойти к этому человеку каким-то образом ободрить. И не было, я не помню ни разу ситуации, чтобы Бог что-то не давал. Но я отследил в своей жизни. Это происходит именно в тот момент, когда я начинаю думать о людях вокруг. Когда я заморочен, я бегу по своим делам, мне что-то нужно, я куда-то опаздываю, этого никогда не происходит. Поэтому, вспоминаю одно место, Библия говорит, око мое над тобой. В одном из переводов, что я буду тебя водить своим оком. То есть, поэтому я приучился, что когда мой взгляд начинает заостряться на кого-то, я внутри, мои чувства научены навыкам, внутри я понимаю, что вот это и есть тот момент. Поэтому молитва, освящение, предоставление себя Богу в жертву благоугодную, да, и просто смелость начинать проходить и делать это в опыте, постоянно, постоянно. Потом тебя начнут окружать люди, которые рядом с тобой, ну, какие-то люди, какое-то видео попадется, какое-то обучение. И человек будет видеть, как Бог его постепенно направляет. Вот. А у меня вот такой вопрос. Я знаю, Сергей, что ты проповедуешь депутатам. Вот это как бы уже другой уровень смелости. Одно дело подойти там к подростку на скейте, да, или там к бабушке, которая на это. Но другое дело депутаты, и ты довольно-таки видный человек в своем районе, в Тюмени, да. И как вот не бояться здесь. Одно дело, ты проповедовал и убежал от кого-то, потому что он за тобой погнался или сказал, сейчас полицию вызвала, допустим. А другое дело, когда ты приходишь и тебе говорят, ну, могут сказать, что мы с тобой разрываем контракт, мы перестаем с тобой работать, потому что, ну, как бы нам вот не очень хорошо светиться с людьми, которые каким-либо образом завязаны с религией. Слушай, ну, вот мы сегодня говорили, да, то есть тоже там у нас приехали братья с Владикавказа, там еще с братов разных, и есть неверующие и верующие, у нас так перемешано, да, церковные и не церковные, я даже так называю. Вот, тоже говорили про откаты, да, ну, то есть есть такое вот поверье, да, вот типа у нас же тема проповедовать нельзя, есть такая тема, что бизнес крупный без откатов построить нельзя, да. И я говорю, ну, это просто вы так верите. Ну, то есть вот ты веришь, короче, да, человек верит, что вот, ну, вот по-другому нельзя, да. Я говорю, а вот у меня как бы вообще по-другому. Ну, то есть вот мы не даем никакие откаты. То есть у нас были такие случаи, когда мы начинали, да, нам там, я прихожу, мы выиграли там аукцион, да, в одном городе, там, в Екатеринбурге, допустим, да. Приходим такие, говорим, там, вот все, мы выиграли, нам говорят, значит так, смотрите, ну, это, кстати, я сейчас и про Евангелие приду, вот, на твой вопрос. Они нам говорят, значит так, смотрите, типа, в общем, мне 15 тысяч, один говорит, контракт был небольшой, 200, там, 40 тысяч всего, вот, это не какие-то миллиарды, да, это вот просто 240 тысяч. Он говорит, мне 15 тысяч, Петровичу десятку, а Юрию Константиновичу бутылку коньяка. Я говорю, с чего, как бы, то есть, они говорят, так мы вам воду не дадим. То есть они говорят, мы вам воду не дадим, а нам надо окна мыть, ну, в этом здании. Я говорю, в смысле вы нам воду не дадите? А со мной мой партнер, он вообще пастор, ну, как бы церкви в одном из городов. Мы такие, в смысле вам воду? Они говорят, так вы почитайте контракты. Мы читаем в контракте, там, знаешь, как всегда мелким, ну, типа, что заказчик вправит, короче, как бы, ну, давать воду или не давать, ну, знаешь, как бы так написано. Ну и все. Ну и мы такие, что типа делать? Выходим, мне этот брат говорит, типа, Сергей, а что делать будем? Что, говорит, ну мы что, коньяком будем покупать, что ли, или что? Я говорю, смотри, давай сделаем так. Вот это бизнес Богу принадлежит, да. Мы в нем просто управляющие. Я говорю, давай, вот мы, говорю, помоем все, сделаем как для Бога, короче. И говорю, а в конце подарим им Библию. То есть вот этим вот, ну, чиновникам, которые там сидят. Ну, они мелкие как бы, да, вот, но, ну, как бы есть. Он такой, ну, давай, ладно. И все, и мы моем там это здание, все там. Они нам, короче, все подписывают там, все документы, все. Ну, в надежде, что мы им принесем взятки там и так далее. Мы приходим к ним, знаешь, вот это, к сыну века сего, да, про верну сынов света в своем роде, да. То есть мы им ничего не стали говорить, знаете, а мы вам ничего не дадим там и так далее. Мы просто доверили Богу, как бы, эту ситуацию, да. Все, я зарядился, купил три Библии такие нормальные там в церковном магазине, короче. Ну, это, евангельские такие. Все, захожу в кабинет с пакетом, как бы, короче. Ну, то есть все, он сидит в кабинете там, ну, в кабинет, вот, в кино, знаешь, то есть у меня пакет в руке. Я как бы захожу, достаю, короче, Библию, ему говорю, здравствуйте, там, такое-то, такое-то, говорю. Говорю, вот, говорю, спасибо за хорошую работу, говорю, вот вам, Библия, короче, прикинь. И он встает такой, знаешь, и такой мне руку жмет, такой, спасибо, мужики, спасибо, мужики. То есть, понимаешь, да, и таких ситуаций было очень много. Это вопрос, как мы верим, да. То есть, эти люди, эти люди, ну, там, неважно, это просто люди. То есть, у них есть статус, у них есть власть, у них есть какой-то формат, но эти люди, они такие же люди. И когда ты оказываешься с ними в кабинете, в бане, еще что-то, просто так Бог сделал в моей жизни, да, и я ему очень за это благодарен. То есть, там, у меня разные были этапы в жизни. Я служил, там, людям, которые употребляли наркотики три с половиной года, да, там, Бог сказал, спасай взятых на смерть, неужели откажешься от убиения, ну, там, от обреченных на убиение. Там, и кормили мы, там, беспризорных бомжей. На улицах я, как ты раньше, любил проповедовать, то есть, меня не остановить было. Но потом Бог так сделал, да, Он говорит, я даю тебе возможность заходить туда, да, Исаия 22. То, что ты откроешь, никто не затворит, а то, что ты закроешь, никто не откроет. И все, я принял решение после этого, сейчас вторую историю расскажу, тоже про вот это. Я принял решение, что, ну, раз так в моей жизни произошло, а все-таки Бог мне сказал, ты будешь проповедовать, и многие спасутся, то у меня будет возможность говорить о Боге любым людям. И я понял, что мое главное преимущество, сейчас скажу какое. Я учился в MBA однажды, и я сидел с одним парнем за столом. И мы сидим вот так, суп едим в столовой, Майл.ру такая есть компания, вот, наверное, знаешь, ВКонтакте ей принадлежит, да. Вот сейчас она ВКонтакте называется. Мы сидим, едим суп, и я ему говорю, франшизы, 200 филиалов, миллиард, короче. Он вот так суп ест, и мне говорит, извиняюсь, да, за сленку, не русский, я не материться не буду, но он мне не матами, но вот так он говорит, слышь, ты задолбал меня со своими франшизами, дай поесть спокойно. Я так усел, короче, прикинь, просто, и он мне говорит, бетонный завод. Я как бы понимаю, потом я узнаю, что у этого чела, он меня младше на 10 лет, он просто миллиардер, у него бетонные заводы, то есть он там, ну, на такой машине приехал, даже в журналах не видел, понимаешь. И я такой сел на стул такой, и мне просто как бы, ну, приходит, что, короче, я просто обнулился, я понимаю, что мне ему сказать нечего, кроме того, что проповедовать ему начать. И я, знаешь, как бы, моя защита вот эта, да, она сработала, а я ему говорю, а знаешь, а я вот еще в церковь хожу, десятину жертвую и в Бога верю. Есть вот Иисус, который тебя любит, и он такую ложку облизал, положил такую на стол, говорит, а вот это уже интересно. Понимаешь, смотри, нам не, вот если мы, ты ходишь на улице, и я так же, да, есть там люди, которые, у них там болезни, там еще что-то, да, ну, там бомжи, наркоманы, да, у них есть как бы запрос на Евангелие, да, то у, вот у многих людей, у них нет такого запроса, ты им не придешь, типа, знаешь, сказать, вот Бог может дать тебе денег, он говорит, да он мне уже дал, понимаешь, как бы, там, а Бог может дать тебе статус, да у меня все в порядке с статусом, Бог тебе может дать жену молодую, да у меня молодая жена, как бы, да, вот я уже третий раз развелся, каждые 10 лет все моложе и моложе, как бы, понимаешь, то есть у них, как бы, другой, другой, как бы, формат, но, когда ты начинаешь говорить о Христе этим людям, и у меня, вот, однажды на кухне плакал депутат, я жил еще в съемной квартире, Бог так сделал, короче, он пришел ко мне, там, как-то, бывший депутат, 8 лет он был, и он пришел ко мне на работу устраиваться, начальником отдела, и, короче, я ему начал проповедовать, и мы оказались у меня на кухне, и он сидит на кухне, и мне говорит такой, плачет прям, прикинь, депутат плачет на кухне, и такой он мне говорит, Сергей, господи боже мой, я 8 лет был депутатом, 8 лет, почему же я этого раньше не знал, то, что ты мне говоришь, и мы думаем, что эти люди, они какие-то особенные, там, у них, может, три головы, или два сердца, или еще что-то, они такие же, им так же нужен Бог, и вот, смотри, наше преимущество, вот, верующих людей, это Христос, я тогда в этом MBA, в этой столовой понял, что мое преимущество, это не деньги, не бизнес, не видение, не то, что я выгляжу классно, да, там, не мои подписчики, не еще что-то, это просто, как бы, прилагательное к тому, что я ищу царство небесное, мое главное, мой главный козырь, поймите правильно, да, вот козырь, да, мое главное преимущество, это Христос, и это мой аргумент, хорошо, супер, давай, у нас еще с тобой есть 18 минут, кто недавно добавляется, напомним, что у нас розыгрыш, у меня вот уже Настя сидит с рандоматикой, мы сейчас чуть позже сделаем, я, знаешь, про что я еще хочу спросить, вообще, кстати, друзья, в комментарии закиньте, как вам эфир, и кто еще не подписан на Алексея, обязательно подпишитесь, он очень много дает практических инструментов, показывает, как бы, с дерзновением, как молиться за людей, ну, и также можете подписаться на меня, я тоже там даю очень много пользы в наших блогах, я думаю, вы этим отблагодарите нас за эфир своей подпиской, потому что тоже очень важно, да, это быть еще и благодарным, отдавать, вот как раз расскажи какой-нибудь самый, ну, не знаю, жесткий случай, да, какой у тебя был, может быть, там, тебя били, да, или еще что-то, или тебя как-то, это, расскажи какой-нибудь, может быть, самый жесткий случай, как ты из него выходил? Ну, такой один был, короче, мы поехали искать жилье, мы приехали в какой-то отель, там, что-то у нас сложности было с жильем, и Степе, сыну было года три, мы приехали под вечер, просто заселяемся, там, раскидали чемоданы, и там хозяин отеля подтягивает меня и говорит, что-то, ну, привет, это, это, познакомились, он говорит, пойдем поговорим, а он полупьяненький, заводит меня, и там, что, куда, это, ну, и как бы разговор идет, но так ни о чем, но я понимаю, мне сейчас нужно вещи разбирать, семье помогать, я ему говорю, давайте, попозже там, раз, пошел, и он такой опять, ну, короче, знаешь, вот здесь люди, которые просто вот как прививки, они прицепляются, сядь, посиди, я начинаю с ним разговаривать, потом его какой-то кент там подошел, они начинают там квасить, и он мне задает вопрос, а ты че, тоже наркоман? Я говорю, в смысле? Я говорю, я спортом занимаюсь, ты че? Он говорит, да нет, ты стопудово наркоман, ну, то есть вот такая тема уже начинается, и я ему тут говорю, да нет, я христианин, я верующий, и просто как будто весь ад поднялся в этом, он начинает орать, да я сидел, я видел, как там люди молились, и умирали, и все, короче, у него начинается эта тема, я ему говорю, короче, давай, все, я пошел, начинается возня, я выхожу на этот, на, ну, там проход такой есть, проход был, он берет нож и начинает бегать за мной, и начинает как бы пырять, а получается там хорошо, что в ноже не было толком, ну, ножа, самого лезвия, он начинает меня это, я чик, дальше он куда-то уходит, и он выходит с утюгом, прям с утюгом вот так, идет пьяный, невменяемый, и орет, я сейчас поглажу тебя, и у меня вот ума хватило, и я ему крикнул, ну погладь, и я смотрю, он бежит, просто вот он бежит, 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 и у меня как слайдами вот так, приближение, я вижу четко, как летит утюг, я думаю, ну вот сейчас вы вернулись, и потом, я чувствую, он мне сюда попадает, ну, меня перекрыло, я тогда еще был не настолько верующий, и я вспомнил все приемы, которые я изучал в детстве, вольной борьбы, все приемы, которыми меня учили, Вот у нас, вот видишь, Алексей, видишь у нас здесь, и в этом эфире, как бы, да, у нас, как это, сенсация, да, Алексей Хатов во время евангелизации борет людей, как бы, так что, друзья, вы не зря пришли на этот эфир. Пока все это происходило, моя жена, оказывается, названивала братьям с церкви, и когда я его там скрутил в узел, я так его что-то держу, там что-то у нас происходит, я слышу топоты такие, ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты, я смотрю, братьев 25-30 просто прибежало, и вокруг него стоит, он ошалел, просто, ну, короче, мы в ту же ночь выехали, оттуда он отдал деньги, мне там некоторые, ну, там, посторонние люди предлагали выставить этого человека на деньги, потому что у тебя нанесение то-то-то, а мой пастор, вот настолько мудрый человек, он говорит, через день, на следующий день, он говорит, я человек, я говорю, ну, там, он говорит, поехали, он прямо, знаешь, как отец поступил, ну, вместе поехали с ним, приехали туда, он уже там протрезвел этот человек, в итоге у меня у пастора отец был смотрящий за городом, еще из криминального мира, поэтому он рос в такой среде, он, в принципе, знал, как общаться, он приехал, но, несмотря на все это, пастор начал ему проповедовать, и этот человек на следующее служение появился в церкви, принял покаяние, короче, и вот так вот он, ну, вот такая вот интересная ситуация была, поэтому, и потом мне Бог дал, мне Бог дал слово, прямо реально дал слово, что не мечи бисер перед свиньями, то есть не в плане того, что этот человек свинья, а просто не нужно это делать не в нужные моменты, потому что и там дальше продолжение этого места, чтобы и не давать святынинг сам, чтобы они, развернувшись, не там разорвали вас, то есть именно это и получилось, я начал проповедовать вообще не в тот момент, когда люди были не способны принимать, и все это довело до того, что, ну, вот где-то у меня здесь есть, вот в воду на шрам, ранами своими, это рядом с виском, прям очень рядом, поэтому вот иногда нужно понимать реально, от Святого Духа, где нам нужно говорить, а где нам нужна мудрость, чтобы как-то чик-чик-чик и пройти сквозь вот эти все вещи, поэтому будьте мудрее, слушайте Святого Духа и старайтесь такой не попадать, по возможности. Классно, классно, не, ну мне кажется, да, пострадал, мне кажется, это наоборот, знаешь, как бы, ну, то есть, зато еще есть что вспомнить, это интересно, вот кто-то закидывает смайлик, у нас, видите, какой интересный эфир нерелигиозный получается, то есть вот может и такое произойти, когда вы проповедуете, надо быть готовым, поэтому надо заниматься спортом, Алексей после этого стал тренером, начал заниматься спортом, то есть, да, чтобы начал качаться, чтобы как бы, если в следующий раз попадет, чтобы обходные пути были, да, вот, поэтому я Алексея проповедую депутатам, потому что депутаты, они, как правило, как бы не такие воинственные, как бы, не такие воинственные, как люди, как люди в остановке. Да, и все, они тихо, они через телефон решают, что так к этому не было, чтобы... Да, там, если что не так, тебя просто приехали, скрутили, как бы, и все, вот, и увезли, вот, хорошо, классно, я вижу, у нас тоже подписчики с юмором прям летят, летят эти... Сергей, смотри, пока у нас, пока не закончили, давай мы обсудим с тобой немножко яровой закон, чтобы людям дать ясность вообще, чего бояться, чего не стоит, да. Смотри, вот, допустим, я так подготовился, есть статья 28, это для всех, да, это Конституции, она говорит о свободе совести, свободе вероисповедания, то есть мы можем делиться Евангелием, ты можешь делиться своей верой, есть только момент, где в статье 29 не допускается пропаганда, агитация и возбуждающие вещи для религиозной ненависти или какого-то возвышения над другими религиями или другими верующими. И есть еще момент, вот, допустим, человек выходит и думает, вот, ему подходит милиция и говорит, что ты делаешь, а он проповедует. Есть две вещи, есть миссионерская деятельность, есть благовестие. Благовестие полностью разрешено. Что такое благовестие? Это, как я уже сказал, мы принесем благую весть, мы можем посвидетельствовать, рассказать о Иисусе, и это абсолютно в рамках закона. Миссионерская деятельность подразумевает под собой приглашение человека в конкретную организацию, ну, в нашем случае это церковь. И если у тебя нет бумаги для осуществления миссионерской деятельности, то тогда, если ты позвал человека, то тебя могут за это подтянуть. Если у тебя есть бумага, или если ты являешься пастором, то если ты являешься пастором, вообще никаких вопросов нет. Но если у тебя есть бумага, что я такой-то, такой-то, вот с такого-то, по такое число осуществляю миссионерскую деятельность, то я могу тебе проповедовать и пригласить в церковь. Но если у меня подойдут и скажут, на каком основании ты это сделал, я показываю бумажку и говорю, что я миссионер, я занимаюсь миссионерской деятельностью, на этом основании я пригласил человека на собрание. Вот, поэтому, ну, и такие, как бы, моменты, что если возникают какие-то вещи, вот, допустим, уличная евангелизация, она абсолютно в границах закона идет. Потому что мы собираемся не только по одному, но там еще есть, что это может быть сообщество, которое делится своей верой. Поэтому, когда мы выходим на уличную евангелизацию, не всегда, но мы стараемся, мы стараемся, чтобы это было у нас, как бы, при себе, чтобы у каждого человека были вот эти вот бумажки. Если приходит к нам полиция и говорит, так, здесь нельзя, допустим, мы сильно не начинаем качать. Если у нас есть возможность, мы берем, просто уходим или передвигаемся. Ну, зачем нам лишние вот эти вот какие-то моменты? Мы не имеем права враждовать, нам не нужно лишних проблем и, как правило, в принципе, нас понимают и нет никаких вот таких вещей. Поэтому нужно просто быть неконфликтными, ссылаться на статью 28 Конституции. Всякому верующему нужно просто ее изучить и в любом моменте говорить, что я не нарушаю закон, я делюсь своей верой, я свидетельствую об Иисусе, я так живу. Если у тебя нет бумаги, то ты не зовешь никого в церковь. Если у тебя есть бумага при этом, то ты легко можешь говорить, что у нас проходит собрание, там-то, там-то, там-то и там-то. И ничего в этом страшного нет. Вот, в принципе, вот так. Классно, классно. Слушай, я когда, ну, началась эта тема, там, нельзя, можно проповедовать и так далее. Я как-то, ну, я тоже так, знаешь, иногда могу сказать ничего, где и не надо, да. Я помню, я даже, по-моему, писал об этом и говорил, что больше всего это обсуждают те, кто не проповедует. Знаешь, можно проповедовать или нельзя, как бы, и так далее. Потому что тот, кто проповедовал, тот и проповедует. Ну, как бы, неважно, там, законы, незаконы. Ты всегда изучишь, найдешь способ, то есть и так далее. То есть уже как это сделать законно, да. Я не говорю очень про незаконные какие-то способы и так далее. Круто. Друзья, знаете, будет здорово. Я вижу, там, ну, прям, вы такие заряженные пишите, там, что-то комментируете. Мы не все успеваем проверить, да. Будет здорово, если вы, может быть, какие-то вопросы нам зададите. Спасибо, во-первых, за обратную связь. То, что вы говорите, побольше бы таких эфиров, я вижу, пишет, да. Там, кто-то делится своими свидетельствами, вот, и так далее. Я вижу, что вы начали подписываться, там, на меня, на Алексея. Это тоже очень круто. У нас сейчас будет через уже 7 минут розыгрыш. Вот. Ну, давай, может быть, еще... По одному вопросу, давай. Смотри, есть вопрос, вот, Андрей Евангелий задал, вот я на него ответить. Вопрос, если ты едешь на воскресное богослужение и вдруг встречаешь человека, который реально нуждается. Но если ты остановишься, можешь опоздать, а ты проповедуешь. Вот мне задали вопрос, ну ты ответь. Ну, допустим. Слушай, ну, в этот, вот тут же есть хорошая история про это в Библии. Ну, хорошая история, когда лежал на дороге, помните, да, человек, самарянин, как бы, и там один, ну, там есть два персонажа, да, это вообще на самом деле эти два персонажа, я их называю священник и бизнесмен. Ну, в моей интерпретации этой притчи, да, ну, то есть, а у одного там написано, дела под гору шли, ну, как бы, да, вот, то есть он под гору там шел, короче. А священник, как бы, он, наоборот, как бы там вроде с горы шел. И, в общем, суть какая, что, ну, это же все очень просто. Ну, то есть ты, здорово, ты можешь опоздать в церковь и привести с собой человека, и тебя все поймут. Да, ребята эти, они будут говорить, да как так, он опоздал там и так далее, и так далее. Ну, ты как бы придешь с человеком вот в церковь, ну, скажешь, ничего страшного, опоздал. Мы для чего собираемся здесь? То есть мы собираемся, церковь как бы, ну, это место спасения людей. Ну, вот я вот так на это смотрю, ну, забрал человека, привел в церковь, позвонил, братья тебя кто-то подменят, пусть молятся, наоборот, за этого человека. Потому что, когда, ну, это вообще отдельная тема эфира, может, нам второй эфир записать на эту тему. Короче, смотри, я считаю, что церковь это не клуб по интересам. И церковь, короче, она не ради тех, кто ходит в церковь. Потому что очень часто церковь, она превращается в такую организацию или клуб по интересам, где мы собираемся, нам классно, хорошо, мы поем песенки, мы хлопаем в ладошки, мы там женимся, иногда разводятся некоторые, да. То есть вот такая вот как бы классная организация, классная контора, да, как бы, ну, где все вместе собираются, нам все здорово. Ну, то есть, на самом деле, да, церковь же это другое, да, есть там город-убежище, да, там, это место соприкосновения неба и земли. То есть, по факту, то есть, церковь, она нужна для того, чтобы люди спасались, туда приходили, как ты говорил выше, да, становились учениками и дальше шли, проповедовали Евангелие. То есть, по факту, церковь это не место, ну, только поймите меня правильно, да, это не место, ну, типа, куда я должен прийти и осесть там, как бы, да, ну, то есть, вот, понимаешь, и как бы, седлый образ жизни, да. То есть, церковь это место, как бы, куда я прихожу, я в этой церкви должен быть обучен, обмундирован дарами Духа Святого, да, словом знания, там, ну, и прочими вещами. Для того, чтобы мне как раз пойти дальше, там, ну, иметь дары исцеления и иметь плоды в своей жизни, того, чтобы мне измениться. И дальше два плода есть у христианина, ну, на самом деле, вот всего их два. Это плод измененного характера и плод спасенных душ, ну, как бы, вот, которые мы должны реально принести Богу, потому что мы, к сожалению или к счастью, да, нам, мы не принесем Богу, там, машины, дома, квартиры, бизнесы свои. Это все нам, как, как просто бонус, как просто бонус, как бы, да, вот, ну, нам надо плод измененного, и многие просто в церкви останавливаются, к сожалению, на плоде измененного характера. Я вот сейчас в телеграм-канале, у себя бизнес по-честному, да, там, тоже там анонс, можете найти ссылку, я там записываю подкасты каждый день. Я вот сегодня говорил про версию, там, 0.0, 1.0, 2.0 и 3.0. И вот часто верующие люди, христиане, они, придя в церковь, они останавливаются на такой версии себя, плод измененного характера. Ну, я еще меняюсь, недавно мы сидели, там, одна сестра говорит, ну, как я могу, там, проповедовать, людей спасать, я же еще не изменилась. Я говорю, поверь мне, сестра, ты не изменишься. Она такая, в смысле не изменюсь, я же меняюсь. Я говорю, я говорю, ты пойми, как бы, ни такой момент в твоей жизни не произойдет, что ты такая, аллилуйя, амино, амино, там, да, как они поют. У тебя такой нинк над головой, ты изменилась и такая, вылетела на облаке из церкви, начала проповедовать. Нет, поэтому я, как бы, думаю, что церковь, это, ну, по факту, то есть одно, ну, как бы, одно из мест таких классных, где я провожу время. Ну, то есть, опять же, понимаешь, ну, тоже отдельная тема эфира. Просто сейчас многие люди живут, как в Ветхом Завете, они строят свою жизнь вокруг синагоги. Это момент, если ты священник и пастор и работаешь в церкви, то ты строишь свою жизнь вокруг синагоги, да. Но нам, как верующим людям, мы должны строить свою жизнь вокруг Христа. И церковь, это просто одна из частей моей жизни. У меня есть еще семья, у меня есть еще работа, у меня еще церковь, у меня есть, там, ну, мое служение, к примеру, да, вне церковное и так далее. Ну, это такое, знаешь, пасторы не поймут, да, скажут, а, там, опять, короче. Ну, то есть, это больше такой, знаешь, евангелистический подход. Ну, то есть, вот я о чем говорю. Поэтому, конечно, я очень люблю церковь, я глубоко церковный человек и перец и так далее. Но я, ну, так вот верю, что человек важнее, чем церковь. Ну, то есть, опять же, правильно, правильно меня поймите. Супер. Да, 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 я тоже, просто, бывают такие люди, которые всегда опаздывают, а потом говорят, я проповедовал. Поэтому таким людям нужно, таким людям надо научиться предупреждать, во-первых. А во-вторых, опоздание – это характер. То есть, здесь нужно работать над характером. Выходи раньше. Возьмите, ты опаздываешь на 10 минут, потому что проповедовал. Выходи на 40 раньше, за 20 доезжай, 10 планируешь, что вдруг кто-то попадется и за 10 минут приходи. Ну, это так, да, конечно, есть экстренные случаи. Но я думаю, что это, когда, конечно, надо там ломать шаблоны, рамки, где-то опоздать. Но в основном, если человек это, то написано правильно, и везде успеет. Аминь. Ну что, Сергей, как? Класс. Ну что, будем разыгрывать. У нас есть Анастасия, у нас есть рандомайзер. Сейчас мы разыграем пару футболок. Вот ты пишешь, в церковь есть люди, аминь, покаяние. Еще, знаешь, есть такая тема, что это, что про комментарии, кстати, да. Люди пишут, я чаще вот, я заметил, что люди пишут комментарии не про, даже не про то, что происходит, а про себя очень часто. Вот тоже, знаешь, люди как бы, вот что у них есть, то они и пишут. Бывает, ты смотришь как бы, да, там, ну там, ты ведешь эфир про евангелизацию. Я же не про наших, конечно, подписчиков, да, у нас другие, вот, ну вообще, люди так, я пошла в магазин. Ну, знаешь, ты же блогер, да, но пока готовят, так просто тоже пошутим немного, посмотри, да. То есть ты бывает, смотришь такой, типа, ты к чему вообще там, да, то есть, что ты вообще комментируешь, как бы. Давайте еще эфиры пишут. Класс. Мы, кстати, этот эфир записали на камеру, он будет еще в, ну и здесь в Инстаграме сохранен, и можно будет посмотреть его, вот, на YouTube. То есть, да, мы вам смонтируем, сделаем такой некий подкаст. Судя по себе, да, вот кто-то пишет, Розалина пишет. Ну да, мы же все как бы любим про себя говорить, писать про себя тоже и так далее. Классно, супер. Хорошо, ну давай пока у нас там, долго еще? Нет? Хорошо, мы все сейчас там готовят. Друзья, кто сделал уже репост нашего Reels, и да, у нас есть YouTube канал. Да, вы можете найти, если про меня говорить, да, то вы можете найти, просто набрать бизнес по-честному в любой социальной сети. Вот, и вы найдете YouTube канал. Давай пока делают, я расскажу. Мы сейчас сделали онлайн-служение для предпринимателей, блогеров и лидеров. То есть, это не онлайн-церковь, просто чтобы вы понимали, это онлайн-служение нашего вот сообщества. То есть, мы там сейчас проповедуем, у нас есть по вторникам молитва для предпринимателей и блогеров онлайн, там в чате уже больше 500 человек. Вы тоже можете присоединиться, чтобы сейчас там не забивать эфир, можете написать мне в личку в директ, я скину доступ. Вот, мы проводим бизнес-клубы по городам. Вот сейчас у нас будет большая такая стратегическая сессия, будем открывать за границей бизнес-клубы христианские на уровне города. То есть, это Молдова, Беларусь. Поэтому, если у вас тоже есть желание как бы присоединиться, вот. Но, видите, мы сфокусированы больше на именно служении вот предпринимателям, блогерам и как бы людям, да, которые, ну вот, такое царственное священство, да, лидеры, которые как бы хотят, чтобы у них, к примеру, пасторы там, да, или священники, чтобы у них развивалось служение предпринимателям. Тоже, ну, welcome и на ютубе, и в телеграме, и где вы можете найти, подписаться и так далее. Хорошо. У нас появился рандомайзер. Вот, чтобы вы увидели, друзья, все по-честному, без обмана. Хоть не уронил Настин этот. У нас уже, у нас уже вечер. Так, что мне надо делать? Давить, да, генерировать. Так, у нас всего 82 комментария, я нажимаю сгенерировать число от, давай, 82, да? Да. Был 82. Супер. Сейчас, вот все, вот все, мы набрали, мы набрали, все, вот у нас все по-честному, по-честному, без обмана. 11, вот, 11, 82, мне, ну, можно повернуть вот так камеру, сейчас мы можем вот так сделать, смотри. Сейчас мы повернем камеру, вот она. Супер, да, вот так вот. Все, класс. Все, ну что, аллилуйя. Так, первое случайное число, 31, 31, да, мы будем сейчас смотреть, да, 31 комментарий, мы запоминаем. Следующее число, 38. 38, да, у нас, по-моему, всего 6 победителей должно быть, да, или сколько? Да, сейчас мы разыгрываем, разыграли две майки, 31 и 38, две футболки, God is Love, это наш бренд христианской одежды, который у нас является спонсором этого эфира, поэтому обязательно подписывайтесь, тоже можете найти ссылку, вот, в нашем рилс, которое нужно было репостить, вот, ну, или можете набрать, у меня есть в закрепе, прям этот магазин, так, что? Ну, 31 и 38, дальше нажимаю, 82, прям последний кто-то залетел, залетел, залетел кто-то прям, и последние станут третьими, вот так вот у нас. Это сейчас у нас идет розыгрыш Библии, вот, 60. Слушай, я чувствую себя, как это, знаешь, лотерею, там, 32, 82, спортлото, да, барабанные палочки там, знаешь. Так, 60, записала, да, Настя? 36, 36, это уже пятый. 31, 38, 82, 60, 36, я все запомнил, я хорошо в числах разбираюсь. И 28, вот, все, 6 призов у нас. Все, супер. Да, мы все разыграли, все очень здорово, все очень классно и так далее. Ну, что ж, нас просили еще помолиться с тобой, вот, там, кто-то писал, говорит, помолитесь за нас в прямом эфире. Друзья, давайте тоже обратную связь, подкиньте нам огня, вот, еще раз, да, в качестве благодарности, отдачи, подпишитесь на Алексея, подпишитесь на меня, если вам интересна тема Евангелия, если вам интересна тема служения, развитие блогов, и вообще вы хотите просто, я так скажу, да, если вы хотите расти, развиваться в проповеди Евангелия, в ангелизации, особенно в социальных сетях, вам нужно быть подписанным на христианских блогеров, да, вам нужно смотреть, учиться, развиваться. Мы тоже учимся друг у друга, я вот, мы разговаривались с Алексеем, я смотрю, он там начал в соавторстве размещаться, в большом количестве релсофтом и так далее. Это очень круто, ну, то есть это здорово, вот, и я считаю, что будет здорово, если будут появляться христиане-блогеры-миллионники. Обязательно подпишитесь на наш проект «Богеры», это тоже один из наших, ну, там, в кавычках говоря, спонсоров, да, спонсоров нашего сегодняшнего эфира, вот, это телеграм-канал, где про нескучное христианство говорят, там, больше ста христианских блогеров, вот. Вот, в принципе, как бы, давай тогда, наверное, ты помолишься, да, в конце, вот, и распустим, распустим всех с миром, вот. Спасибо тебе большое за эфир, ты меня зарядил, мне очень понравилась история, история с утюгом, история с утюгом очень крутая. Спасибо, классный эфир, думаю, сделаем еще эфир, да, и пока, где, что это кому-то послужило, давайте помолимся. Опять, мы поблагодарим тебя за это время, за этот чат, который мы провели, продуктивно, и по воле подслужить, и по воле поделиться, какими-то методами, историями. И мы, наверное, все, и, так сказать, подписчиков, которые сейчас нас смотрят, которые были, которые еще посмотрят, мы благословляем их. Я молюсь, чтобы они видели твою грани, Господь, тогда, когда они пойдут, потому что когда они будут идти, они будут учиться тому, о чем они даже не подозревали. Поэтому я молюсь, чтобы твой огонь Божий исполнял их сердцем. Я молюсь, чтобы они научились проповедовать, даже когда они будут проходить страдания, чтобы они не оставляли супругами, они не оставляли церковь, они не оставляли, самое главное, эти слепы, по которым они идут за тобой, во имя Иисуса Христа. Это уже будет управлять, какие я отметила твоим, всю его команду, все его проекты, служение во имя Иисуса Христа. Я благословляю тоже всех, пусть Бог благословит тебя, Алексей, еще раз благодарю за эфир, ну и все, с Богом, вот. И помните, что честным быть выгодно. Гад и злав, да. Все, с Богом. Субтитры подогнал «Симон»